Тревожные звоночки, игра в кальмара стала новым увлечением молодежи практически всего мира. Южнокорейский проект обрел огромную популярность и в Казахстане, в течение месяца возглавляя топ просмотров. Однако на неокрепшие умы он действует отрицательно, считают психологи. Дети, постоянно проводящие время в сети, и так сложно подаются дисциплине и порядку, требуемым в школе. А после просмотра телеверсии игры на выживание ведут себя порой откровенно агрессивно. Везде бурно обсуждают этот сериал, и родители, конечно, очень обеспокоены жестокостью, кровопролитием в сериале и влиянием на детей и подростков. Как психолог я хотела бы посоветовать родителям побольше общаться с детьми и уделять внимание на то, что смотрит и чем увлекается ваш ребенок. Если вы заметили отрицательные эмоции, и ваш ребенок стал вести себя агрессивно по отношению к другим, и слышите от него такие фразы, как «Я должен обязательно выиграть», «Проигравший должен умереть», как родителю вам следует начать волноваться, потому что ребенок явно воспринимал игру негативно. Этот сериал имеет возрастное ограничение с 18 лет, но у нас посмотрели его даже ученики начальной школы. Сериал имеет сильную атмосферу, и его сценарий и какие-то эпизоды вызывают агрессивные эмоции. Весь сериал настроен на выживание, выжить среди тысячи, и этим повышает у детей адреналин, и концентрирует все детское внимание на негативе, выходя через агрессию. Ребенок может попасть в такое же состояние в школе, остро восприняв ситуацию, и поставить цель спасти себя. Этот сериал зарубежный и несет культуру и поведение другого народа, которого у нас нет. И разрешая смотреть этот сериал, мы допускаем влияние всего чужого. Если ваш ребенок все-таки посмотрел его, то постарайтесь объяснить, что в жизни бывают победители и проигравшие, и научить правильно воспринимать плохие моменты.